Добрый день, друзья! Это учащий центр кибермаркетинг, телеканал Сиопульт ТВ и я, Сергей Иванов. Сегодня у нас очень интересная тема, она может быть несколько, скажем, выбивается из общего ряда тем, но на самом деле, как вы догадываетесь, что может быть важнее для нас, чем деньги, их зарабатывание, не только зарабатывание, но и экономия. Итак, наша сегодняшняя тема о том, как легально, я подчеркну, легально снизить сумму налога, если вы на ОСН. Тему эту просвет нам эксперт проекта Эльба, СКБ Контур Ольга Вакумова. Оля, привет! Добрый день! Ты готова? Да. Тогда поехали. Добрый день, рада вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Я работаю экспертом онлайн-сервиса для ведения бухгалтерии Эльба и буду рада сегодня поделиться с вами своим опытом и знанием в сфере бухгалтерии. В рамках сегодняшнего вебинара мы рассмотрим страховые взносы индивидуального предпринимателя за себя в 2014 году и также рассмотрим, как можно легально уменьшить суммы налога на ОСН за счет страховых взносов, если вы применяете ОСН доходы, и рассмотрим возможность уменьшения суммы налога ОСН, если вы применяете упрощенную систему налогообложения с объектом доходы за вычетом расходов. Какие способы есть уменьшить налог? Начну с страховых взносов индивидуального предпринимателя. Основная часть трудоспособного населения является наемными работниками и получает за свой труд заработную плату. Заработные платы работодатели уплачивают страховые взносы в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования. Индивидуальный предприниматель сам себе заработную плату не платит и сам у себя не является наемным работником. Поэтому для индивидуальных предпринимателей существует особый порядок уплаты страховых взносов. Обязанность уплачивать страховые взносы касается каждого человека, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не имеет значения, ведется ли фактически предпринимательская деятельность и присутствует ли доход. Даже если предприниматель где-то работает параллельно по трудовому договору, из-за него работодатель перечисляет страховые взносы, это не освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты страховых взносов за себя в качестве ИП. С 2013 года страховые взносы можно не платить лишь в следующих периодах. Я перечислю самые распространенные. Это если ИП служит в армии по призыву, если ухаживает за ребенком до полутора лет, а также если ухаживает за инвалидом первой группы ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. В таких случаях индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты страховых взносов, но только если деятельность действительно приостановлена и доход отсутствует. Во всех остальных случаях ИП обязаны перечислять страховые взносы за себя. Размер страховых взносов, которые необходимо перечислить ежегодно, он меняется. Как все начиналось? До 2010 года фиксированный платеж индивидуального предпринимателя в пенсионный фонд утверждался правительством. И вот, например, в 2009 году страховые взносы были установлены на уровне 7 тысяч рублей с небольшим. В 2010 году фиксированные взносы в пенсионный фонд заменяются взносами в размере, исчисленном исходя из стоимости страхового года. С 2010 года индивидуальные предприниматели стали самостоятельно рассчитывать суммы страховых взносов, которые им необходимо перечислить за себя. И рассчитывается она по формуле минимальный размер оплаты труда, который установлен на начало года, умножается на тариф, простите, минимальный размер оплаты труда, умножается на тариф страховых взносов. И все это увеличивается в 12 раз. Затем в 2011 году МРОД был повышен и страховые взносы уже выросли до 16 тысяч рублей. Затем в 2012 году был вновь увеличен МРОД, страховые взносы уже составляли 17 тысяч рублей. И кардинально страховые взносы были увеличены с 2013 года. Законом 212 ФЗ сумма страховых взносов увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом в 2012. И это вызвало бурные обсуждения и привело к массовому закрытию индивидуальных предпринимателей. Взносы вновь, как и ранее, были переименованы из стоимости страхового года на взносы в фиксированном размере, но это не самое важное. Ставки страховых взносов остались прежними, а само повышение страховых взносов произошло из-за изменения в формуле расчета. Если ранее страховые взносы рассчитывались из одного МРОД, то теперь в формуле расчета стал участвовать МРОД в двойном размере. И за 2013 год предприниматели были обязаны заплатить страховые взносы в размере 35 тысяч рублей, 64 рубля и 66 копеек. Из-за того, что в первой половине 2013 года закрылось уже больше 600 тысяч ИП, бюджет нашего государства стал терять значительные поступления и законодатели стали вносить различные законопроекты, чтобы снизить сумму страховых взносов. В итоге был утвержден закон о дифференцированных страховых взносах. Предприниматели ждали снижения взносов еще с июля 2013 года, как только был принят закон, но положения закона вступили в силу с января 2014 года. По сути, снижение страховых взносов произошло только для предпринимателей с небольшим доходом, до 300 тысяч рублей, а для остальных размер страховых взносов значительно был увеличен. И вот можно наблюдать, что минимальная сумма страхового взноса ИП в 2014 году составляет 20 727 рублей 53 копейки, а максимальная сумма страховых взносов может достигать 142 026 рублей 89 копеек. Теперь в 2014 году страховые взносы состоят из фиксированного платежа 20 727 рублей 53 копейки и дополнительного взноса в пенсионный фонд, который рассчитывается в размере 1% с доходов свыше 300 тысяч. Фиксированную часть страховых взносов 20 727 рублей нужно заплатить абсолютно всем индивидуальным предпринимателям, независимо от ведения предпринимательской деятельности, наличия или отсутствия дохода. Фиксированную часть страховых взносов необходимо перечислить до 31 декабря этого года. Из них 17 328 рублей 48 копеек нужно заплатить в пенсионный фонд, а 3399 рублей 5 копеек необходимо перечислить в фонд обязательного медицинского страхования. Далее те индивидуальные предприниматели, у которых доход за 2014 год превысит 300 тысяч рублей, обязаны будут доплатить в пенсионный фонд 1% с доходов свыше 300 тысяч. Срок уплаты дополнительного взноса в пенсионный фонд до 1 апреля 2015 года. Обратите внимание, что дополнительный взнос 1% с доходов свыше 300 тысяч перечисляется только в пенсионный фонд. В фонд обязательного медицинского страхования сумма страховых взносов фиксирована 3 399 рублей 5 копеек. Возникает вопрос, как определить 1% от дохода свыше 300 тысяч. Чтобы определить размер дополнительного взноса в пенсионный фонд, нам необходимо определить доход предпринимателя. Что считается доходом, зависит от системы налогообложения. Мы определяем доход по каждой системе налогообложения, суммируем, получаем общий доход индивидуального предпринимателя, вычитаем 300 тысяч, умножаем на 1%. Формула простая. Что считается доходом, зависит от системы налогообложения. И теперь давайте рассмотрим подробно каждую. На общей системе налогообложения это все доходы, которые облагаются налогом на доходы физических лиц. Такие доходы указаны в пункте 3.1 листа Б декларации 3 НДФЛ. Причем обратите внимание, что необходимо учитывать не чистый доход, а валовый, то есть нет возможности уменьшить доход на расходы. При едином сельскохозяйственном налоге это все доходы, которые облагаются налогами СХН. Эти доходы указаны в строке 10 декларации по СХН и здесь также нет уменьшения на расходы. То есть для расчета страховых взносов необходимо брать доходы, которые облагаются налогами СХН. На упрощенной системе налогообложения нужно учесть все доходы, которые облагаются упрощенным налогом. При этом и на ОСН доходы, и на ОСН доходы минус расходы, расходы мы также не учитываем. То есть берется опять же валовый приход, это все доходы, которые мы учитываем кассовым методом. Сумму дохода ОСН можно посмотреть в строке 210 декларации по ОСН. На едином налоге на вмененный доход учитывается вмененный доход индивидуального предпринимателя за все кварталы 2014 года. Вмененный доход рассчитывается по специальной формуле, это базовая доходность, она определена в налоговом кодексе по каждому виду деятельности. Базовая доходность умножается на физические показатели. Физические показатели, они характеризуют размерность вашего бизнеса. По каждому виду деятельности свои физические показатели, например, для розничной торговли это площадь торгового зала, для грузоперевозок это количество транспортных средств. Это также все есть в налоговом кодексе. Мы берем физические показатели и затем это произведение мы корректируем на коэффициенты К1, коэффициент дефлятора на федеральном уровне, коэффициент К2, он устанавливается в вашем регионе. Проще всего определить вмененный доход, опять же, по декларациям единого налога на вмененный доход, это строка 100. Если вы осуществляете несколько видов деятельности на ЕНВД, у вас несколько разделов в декларации, то вы сумму дохода просто суммируете и берете доход за каждый квартал, чтобы получить сумму вмененного дохода за год. Для определения страховых взносов. На патентной системе налогообложения учитывается доход, от которого считается стоимость патента. Это потенциально возможный годовой доход, он устанавливается по каждому виду деятельности отдельно в каждом регионе. Опять же, если у вас несколько патентов приобретено, то вы просто сумму дохода суммируете. Итак, чтобы рассчитать страховые взносы, изначально нужно определить доход по вашей системе налогообложения. Если вы совмещаете несколько налоговых режимов, то доходы нужно суммировать, вы получаете доход в целом вашего ИП. И затем смотрите, если ваш доход за год меньше 300 тысяч рублей, то вы должны заплатить только в пенсионный фонд 20 727 рублей 53 копейки. Если ваш годовой доход превышает 300 тысяч рублей, то вы платите 20 727 рублей 53 копейки и плюс дополнительный взнос в пенсионный фонд 1% от дохода свыше 300 тысяч. Если ИП работает неполный год, если вы зарегистрировались, например, в середине 2014 года или, наоборот, планируете закрыть деятельность. В таком случае фиксированная часть взносов 20 727 рублей 53 копейки нужно рассчитать за пропорционально отработанным месяцам. Что нужно сделать? Изначально нужно рассчитать страховые взносы за полный месяц работы. То есть мы умножаем РОД. В 2014 году он равен 5 554 рубля. Умножаем на тариф страховых взносов. Это 26% пенсионный фонд и 5,1% фонд обязательного медицинского страхования. И это произведение умножаем на количество полных месяцев, которые вы отработали в 2014 году. Затем нужно рассчитать страховые взносы за неполный месяц. Опять же МРОД умножаем на количество дней в этом неполном месяце. День регистрации мы также учитываем. И умножаем на тариф. 26% пенсионный фонд и тариф фонда обязательного медицинского страхования 5,1%. И затем делим на количество календарных дней в этом месяце. Все это суммируем и получаем размер страховых взносов, который вам нужно заплатить за неполный год. Обращу ваше внимание, что мы пропорционально отработанным месяцам делим только фиксированную часть взносов. 20 727 рублей 53 копейки. В случае, если за этот неполный год ваш доход превысит 300 тысяч рублей, дополнительный взнос в пенсионный фонд, 1% от дохода свыше 300 тысяч, вам необходимо заплатить в полном объеме. То есть дополнительный взнос, он не делится пропорционально отработанным месяцам. Далее рассмотрим, какие налоги уменьшаются на взнос индивидуального предпринимателя. Налог на доходы физических лиц. Сама сумма налога не уменьшается на страховые взносы. Страховые взносы просто списываются в расходы. То есть уменьшается налогооблагаемая база. Аналогично единый сельскохозяйственный налог. Уменьшается база путем включения страховых взносов в расходы. На упрощенной системе налогообложения, если вы применяете объект налогообложения доходы за вычетом расходов, то у вас аналогично страховые взносы вы просто списываете в расходы. Саму сумму налога на страховые взносы вы уменьшить не можете. Выгодно уменьшить налог на страховые взносы могут предприниматели на упрощенной системе налогообложения с объектом дохода. В таком случае индивидуальные предприниматели без сотрудников могут уменьшить сумму налога полностью за счет страховых взносов, которые они заплатили за себя. А индивидуальные предприниматели с сотрудниками могут уменьшить сумму налога, но не более 50% от суммы налога. При этом налог можно уменьшить на страховые взносы, которые вы заплатили за себя, как за ИП, и на страховые взносы, которые вы заплатили за своих сотрудников. В сумму уменьшения можно включить все взносы в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования, также можно уменьшить налог за счет больничных, которые вы заплатили из своих средств, это первые три дня оплаты больничного работника. А также можно включить взносы по договорам добровольного медицинского страхования за ваших сотрудников. Единый налог на вмененный доход. Индивидуальные предприниматели без сотрудников могут уменьшить сумму налога полностью за счет страховых взносов, которые заплатили за себя. Предприниматели, которые применяют ЕНВД с сотрудниками, они не могут уменьшить сумму налога за счет страховых взносов, которые заплатили за себя. Индивидуальные предприниматели на ЕНВД с сотрудниками могут уменьшить сумму налога только за счет страховых взносов, которые заплатили за своих сотрудников. Уменьшить сумму патента на страховые взносы, это возможность законодательством не предусмотрена. Сумма патента никак не уменьшается. Основные условия для уменьшения единого налога на вмененный доход и налога по упрощенной системе налогообложения с объектом дохода. Очень важно соблюдать следующие условия. Налог можно уменьшить только на страховые взносы, которые уплачены в пределах исчисленных сумм. То есть вы не можете учесть переплату в уменьшении налога. И также есть еще одно важное условие. Сумму налога можно уменьшить на страховые взносы, которые вы заплатили в том периоде, за который происходит расчет налога. То есть, например, для уменьшения налога ОСН за полугодие или ЕНВД за второй квартал, страховые взносы необходимо перечислить до 30 июня. И еще одно важное замечание. С 2013 года не имеет значения, за какой период уплачены страховые взносы. Главное, чтобы фактическая уплата была осуществлена в пределах того периода, за который мы производим расчет налога. Страховые взносы можно перечислять так, как вам удобно, по квартальным или единоразовым платежам. Требований минимального платежа в законодательстве нет. Главное, чтобы были установлены сроки. До 31 декабря перечислить фиксированную часть 20 727 рублей 53 копейки. До 1 апреля 2015 года перечислить дополнительный взнос в пенсионный фонд в размере 1% свыше 300 000 рублей. Так как перечисление налогов УСН и ЕНВД должно производиться по квартально, то и страховые взносы также выгоднее перечислять по квартально, чтобы вы могли оптимально уменьшать сумму налога к уплате. Налог УСН рассчитывается нарастающим итогом с начала года. В случае с УСН, если вы решили заплатить страховые взносы сразу одним платежом, вы можете уменьшить на них сумму налога УСН, которую рассчитали по итогам года. За счет авансовых платежей, если они перечисляли в течение года, у вас может образоваться переплата. Сумму переплаты вы можете вернуть. В случае с единым налогом на вмененный доход, если вы заплатите страховые взносы также единоразовым платежом в конце года, то вы не сможете уменьшить сумму налога за предыдущие кварталы. То есть, опять же, если вы перечислили в конце года в четвертом квартале, то вы сможете только уменьшить сумму налога за четвертый квартал. В начале 2014 года была неясность, можно ли учитывать дополнительный взнос в размере 1% от дохода свыше 300 тысяч, уменьшение налога. Считалось, что само это понятие 1% от дохода свыше 300 тысяч, он не соответствует фиксированному размеру, потому что дополнительный взнос у каждого предпринимателя свой. Фиксированная часть это только 20 727 рублей 53 копейки. Так вот, Минфин выпустил разъяснение, из которых следует, что под фиксированным размером страховых взносов понимается вся сумма, подлежащая оплате индивидуальным предпринимателям за расчетный период. Следовательно, в это понятие также включается и дополнительный взнос в пенсионный фонд. Поэтому дополнительный взнос также можно учитывать в уменьшении налога. В случае с несвоевременной оплатой страховых взносов сотрудники страховых фондов имеют право принудительно взыскать индивидуального предпринимателя неуплаченные суммы и включить пени и штрафы за опоздание. За опоздание в оплате страховых взносов предусмотрено начисление пени в размере 1,03 от ставки рефинансирования ЦБ за каждый календарный день просрочки. Ставка рефинансирования ЦБ РФ сейчас установлена 8,25%. Если посчитать, то пени выдат около 10% годовых. За неуплату или неполную плату предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы или 40% при наличии умысла. Перечисляйте страховые взносы своевременно. До 31 декабря нужно заплатить фиксированную часть. До 1 апреля 2015 года необходимо перечислить 1% от дохода свыше 300 тысяч. Еще обращу внимание, страховые взносы необходимо перечислять одной платежкой без деления на страховую накопительную часть. Пенсионный фонд будет самостоятельно распределять взносы согласно тому варианту пенсионного обеспечения, который вы выбрали. Все это в связи с пенсионной реформой. И не забывайте вовремя подавать декларацию в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция обязана до 15 июня 2015 года передать сведения о ваших доходах в пенсионный фонд, чтобы пенсионный фонд смог проконтролировать, что вы правильно исчислили страховые взносы и своевременно их заплатили. В случае, если инспектор пенсионного фонда не обнаружит данных по вашей декларации, он будет вправе доначислить вам сумму страховых взносов в размере 142 тысяч 26 рублей 89 копеек. То есть это сумма страховых взносов по максимуму. Упрощенная система налогообложения с объектом доходы минус расходы также распространена среди индивидуальных предпринимателей. Сумму налога на ОСН доходы минус расходы нельзя уменьшить на страховые взносы, но есть несколько других способов, которые можно использовать для снижения налога. Давайте их рассмотрим поподробнее. Учет минимального налога. Если в прошлом году ваши расходы превысили доходы, или расходы были примерно равны доходам, и вы заплатили минимальный налог в размере 1% от дохода, то в этом году вы имеете право списать в расходы ту сумму, на которую минимальный налог превысил единый налог ОСН. Давайте рассмотрим на примере. Например, в прошлом году единый налог ОСН составил 750 тысяч рублей, а минимальный налог 6 тысяч рублей. Минимальный налог превысил рассчитанный единый налог ОСН, поэтому заплатили в налоговую инспекцию минимальный налог. Сумма минимального налога превышает рассчитанный единый налог ОСН на 5 250 рублей. За текущий год мы получили доходы в размере 500 тысяч, а расходы наши составили 450 тысяч рублей. Без учета минимального налога мы бы заплатили в налоговую инспекцию 7,5 тысяч, а так как мы списали превышение минимального налога над единым налогом ОСН в расходы, то мы заплатили в налоговую инспекцию уже 6 713 рублей. То есть экономия составила 787 рублей в данном случае. Еще более эффективно можно снизить налог за счет убытков, полученных в прошлые годы. Для этой цели можно использовать убытки, отраженные в декларации по ОСН за последние 10 лет и еще не использованные для снижения налогов. Сумму убытков вы просто списываете в расходы при расчете налога ОСН. В первую очередь нужно задействовать убытки, начиная с самых ранних, но не ранее 10 лет, предшествующих отчетному году. Такой порядок зафиксирован в статье 346.18 Налогового кодекса. Обратите внимание, что использовать убытки прошлых лет для снижения налога можно только при расчете итогового платежа. Авансовые платежи, которые перечисляются в течение года, нельзя уменьшать на убыток. Ну и последний способ – учитывайте расходы. Если вы применяете ОСН с объектом налогообложения дохода за вычетом расходов, пользуйтесь правом учитывать расходы при расчете налога. Но обязательно следите, чтобы ваш расход соответствовал всем обязательным критериям. Уменьшение налога можно использовать только те расходы, которые перечислены в закрытом списке в налоговом кодексе в статье 346.16. То есть это обязательно нужно контролировать, чтобы ваш расход соответствовал какому-нибудь элементу из закрытого списка. Следующее условие – ваш расход обязательно должен быть обоснован с экономической точки зрения, и ваш расход должен быть направлен на получение дохода. Также у вас должны быть в наличии документы, подтверждающие ваш расход. Документами могут быть акты накладные, платежные поручения, кассовые чеки, бланки строгой отчетности. Ваш расход обязательно должен быть оплачен. То есть к моменту признания расхода вы должны рассчитаться со своим поставщиком. Товары, услуги, то есть предметы, на которые вы потратили деньги, уже должны быть вами получены. Только после соблюдения всех этих важных условий вы можете учесть ваш расход при расчете налога. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Алина. Ой, Ольга, прошу прощения. Я тут уже немножечко отвлекся. Итак, у нас есть уже первый вопрос, и сейчас я его зачитаю. Итак, Александр Осипов спрашивает. Если при УСН 6% не было доходов, то нужно ли ежеквартально как-то отчитываться? Нет, ежеквартальную отчетность подавать не нужно. Просто если у вас нет доходов, соответственно, ваш налог равен нулю. В течение года вы никаких деклараций не подаете. Отчетность на упрощенной системе налогообложения сдается только один раз в год. Поэтому по итогам года, до 30 апреля, если вы индивидуальный предприниматель, вам нужно подать декларацию по упрощенной системе налогообложения. Ежеквартально ничего подавать в налоговую инспекцию не нужно. Еще вопрос. А если налогов заплатить специально побольше, а останется ли лишняя часть на счету и пойдет ли она в оплату налогов на следующий период? Да, конечно. Переплату по налогу вы всегда можете зачесть в счет будущих платежей или вернуть к себе обратно на расчетный счет. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию с специальным заявлением. Заявлением на возврат или заявлением на зачет. Отлично. Тогда вопрос, на который, наверное, я предполагаю, какой будет ответ. Какую автоматическую систему порекомендуете для ИП с ОСН 6% для облегчения бухучета? Бухучета? Странно, что вы используете это слово, ведь индивидуальный предприниматель не обязан вести бухучет. Наверное, имелась в виду бухгалтерия. И вы не представляете специально для вас. У нас есть онлайн-сервис для ведения бухгалтерии, электронный бухгалтер Эльба. Вы можете зайти на наш сайт, вы сейчас его видите на экране, и ознакомиться с нашей системой. Здесь мне хочется развернуть плакатик на правах рекламы. Спасибо большое, Ольга. Впрочем, я вижу, что, кажется, у нас еще один вопрос пишется в данную секунду. Но пока он пишется, я могу еще раз напомнить всем нашим участникам вебинара о том, что сегодняшний вебинар, который, я думаю, вызовет много-много практических вопросов, вы сможете посмотреть еще раз внимательно в записи через неделю на телеканале Сиопульт ТВ. Заходите. Я предполагаю, что Ольга не откажется ответить на все ваши вопросы. Она зайдет также в комментарии к видео и дополнительно на них ответит. Пока я говорил, кажется, вопрос уже появился. Прошу уточнить, как правильно уплачивать 1% в пенсионный фонд, в какие сроки можно ли их оплачивать в течение 2014 года, как правильно уменьшить налог на эту сумму? Дополнительный взнос в пенсионный фонд в размере 1% свыше 300 тысяч можно перечислять в течение года, если уже в течение года ваш доход превысил эту сумму. Предельный срок уплаты дополнительного взноса установлен 1 апреля 2015 года, но закон не запрещает платить вносы ранее, в течение года. Как правильно уменьшить налог, зависит от того, на какой вы системе налогообложения. И есть ли у вас сотрудники или нет. Если вы на ОСН, у вас есть сотрудники, то вы можете уменьшить налог не более 50% от суммы налога. Если у вас нет сотрудников, то вы можете уменьшить сумму налога полностью за счет страховых взносов, которые заплатили за себя, в том числе и на дополнительный взнос в пенсионный фонд в размере 1%. Если вы применяете единый налог на вмененный доход, то вы можете, и у вас есть сотрудники, то вы не можете уменьшить сумму налога за счет страховых взносов, которые заплатили за себя. То есть взносы за себя не учитываются. Если есть сотрудники, ЕНВД можно уменьшить только на страховые взносы, перечисленных за сотрудников. Если вы индивидуальный предприниматель на ЕНВД без сотрудников, то вы можете уменьшить сумму налога полностью на страховые взносы, которые заплатили за себя, в том числе и на 1%, который был перечислен от дохода свыше 300 тысяч в пенсионный фонд. Как все сложно, так хочется сказать. Это вам не редогенерация, не контекстная реклама. Впрочем, жизненно необходимая вещь для любой интернет-компании или индивидуального предпринимателя. Спасибо большое, Ольга. Я думаю, что, как я уже говорил, вопросы поступят. Сейчас нашим участникам вебинара будут показаны контактные данные, Ольге. Я думаю, что и туда можно обратиться. Либо, как я уже говорил, на телеканал СЕПУЛЬТВ, где через неделю сегодняшний вебинар появится в записи. Еще раз спасибо. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые участники. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok